Здравствуйте, это программа Репортер, я Алексей Коноплев, и как обычно у меня интересные новости. Самара теперь стала славиться не только своими красивыми девушками и космическими достижениями. Известный актер Вилли Хаапасала представил документальный фильм о Самаре, в котором люди города, тайны города и жизнь города. Каким увидел Самару известный финн и каким представил его всему миру, сейчас расскажу. Самара, 70 километров, Соковский мост, въезд в город, гостеприимная велкам с Волжских берегов, неугомонный Вилли Хаапасала в гости с приветом, посмотреть, что за город и что за люди здесь живут. Известный актер своей харизмой все двери открывает и даже некогда секретных объектов. Горячий парень забирается в красноглинский холодильник, узнает все гостайны и гуляет до посиневшего от холода носа. Почти часовой ролик о Самаре можно найти на личном канале актера. Это одна из серий его нового проекта «Волга за 30 дней». Все лето Вилли путешествовал по Поволжью, снимал интересные места и крупные города. Все это, чтобы показать, как менялась Волга от времен первых русских крепостей до сегодняшнего дня. В Самаре актер успел погулять по городу, принять участие в преображении старых зданий. Сходил в музей Самары Космической, после этого сам решил парить в облаках и оказался в аэротрубе. Хаапасала поговорил о смысле жизни с прохожими и прочувствовал настроение города-курорта. Он обещал сюда вернуться, просто погостить. Уж больно понравился Фину сладкий волжский воздух. Ну а тем временем и самарцы стремятся украсить и улучшить родной город. Житель областного центра предложил оригинальный вариант сохранения деревянного зодчества. Правда, уникальную резьбу он предлагает повторить в металле. Активиста уже поддержал главный архитектор города. А вот в чем суть идеи, выяснил репортер. Совсем скоро в Самаре могут появиться новые арт-объекты. На этот раз это не герои сказок или фильмов, а домовая резьба. Металлические скульптуры в виде резьбы, да еще и с подсветкой, могут стать серией новых достопримечательностей города. Есть же памятники, которые уже совсем разрушились. То есть будут ли их восстанавливать, неизвестно. А это получается, что такие объекты, в которых использованы основные эти интересные элементы, они будут просто воссозданы в виде небольших микроскульптур таких. Над всем проектом, получившим название «Молодая Старая Самара», дизайнер Михаил работает практически в одиночку. Но это не мешает ему развивать свое детище в самых разных направлениях. По мотивам русского зодчества дизайнер планирует создать виртуальное приложение с реконструкцией Старой Самары в формате 3D. Или, например, пластиковый конструктор, из которого можно будет собрать дома Старой Самары. Или просто печатать виды памятников на одежде. Мы берем то, что исчезает и умирает, и воскрешаем это на новом совершенно технологичном хай-тек уровне. Для того, чтобы понять, насколько подобные разработки вписались бы в самарскую среду, репортер отправился к доценту архитектурно-строительного университета Евгении Репиной и попросил оценить проект Михаила. Линия одежды показалась эксперту удачной, но в остальном разработки дизайнера не получили положительного отзыва. По многому, потому что на фоне такого проекта реконструкция реальных старинных домов и реального зодчества уходит на второй план. На мой взгляд, частица души и теплогордия, когда ты ходишь по уникальной среде, когда она живая, там живут люди. И даже если она немного руинирована, немножко выглядит неухоженно, все-таки вот это и есть живая душа, а не пластмассовая деталь. И не металлический знак в виде какого-то знакового объекта. Подменят ли новые металлические стелы старые деревянные памятники истории, покажет время. Проект пока всего лишь идея. Ну и приближаются выходные, которые обещают стать очень насыщенными. Будете ли вы праздновать День всех влюбленных? Встанете ли на Лыжню России или пойдете пилить фигуры из-за льда на площадь Куйбышева? Помните, репортер всегда рядом. Увидимся, всего доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова